Всем привет! Я рада вас приветствовать на своём канале. Меня зовут Ольга. Я вас поздравляю с первым днём весны, первое марта. Это весна, пора любви. Мы все окрыляемся, мы все благоухаем, мы все преображаемся. И я желаю вам очень-очень большой-большой гормон радости, гормон любви и настроения. Сегодня я приглашаю вас, хочу с вами поделиться об своих ароматах. Ведь весна, и поэтому впереди 8 марта, может быть, кому-то пригодится, и кто-то захочет намекнуть своим вторым половинам о каком-то подарочке. У меня не очень много ароматов на сегодняшний день, всего 5 позиций, а на сегодняшний день так, потому что в своё время у меня была очень большая, ну, как небольшая коллекция, 13-15 позиций. И я как бы скупала очень много, я любила ароматы в любых направлениях, такие сладкие, цветочные, терпкие, яркие, очень насыщенные, благоухающие, что там шлейф настолько как бы далеко тебя слышно. Конечно, я не успевала зайти на работу, и уже мне работники говорили о том, что как бы понимали, что я иду. Сначала шёл аромат, потом уже я, конечно же. Ну, такого направления. И у меня как бы это нормально. В любое время года, летом, зимой я пользовалась, и ничто как-то так меня не, ну, как сказать, не пугало, ни удушало, ничто такого не было. Ну, буквально три года назад случилась какая-то перетурбация, перестановка. Я не знаю, что в организме произошло. Как врач мне объяснила, что женщина испытывает на протяжении всей жизни несколько раз этапов перестройки в организме. Гормональные, эмоциональные, психологические и так далее, и так далее. И в связи с этим я не смогла больше пользоваться этими ароматами. У меня были Шанель, Коко Мадемуазель, Коко, Джульетс Хэзган, потом Монталь, там, Засахаренная Роза. Ну, вот в таком направлении, как бы Герлен Инсаланс, в таком направлении я любила ароматы. И я вообще категорично не могла к ним подходить, ими пользоваться. Меня всё душило, меня всё раздражало, у меня болела голова. И это было просто невыносимо. Я на какое-то время оставляла их в сторону, пользовалась ароматами более лёгкими. Даже был период, когда я вообще ничем не пользовалась. Но, к сожалению, я возвратиться к этим ароматам до сих пор не могу. Для меня это очень терпкие, очень тяжёлые, очень сложные и очень такие... Ну, я не могу ими пользоваться. И мне пришлось продать всё, что у меня было. Пришла женщина, скупила всё, потому что всё было оригинально. И, соответственно, она с радостью всё это забрала себе и как бы пользуется с удовольствием. На сегодняшний день, если раньше я пользовалась более люксовыми, ну, были какие-то там нишевые, но более люксовыми, на сегодняшний день у меня больше нишевая, чем люксовая. У меня пять позиций. Две из которых позиции – это марки Killian. Я ими очень редко пользуюсь на выход, на мероприятия, на какие-то там даты, ну, на что-то как-то, потому что ежедневно пользоваться я ими не могу. Они достаточно, действительно, тоже очень тяжёлые, очень не на каждодневную, так сказать, носку. И, значит, три позиции, которые я пользуюсь ежедневно, просто меняю между собой. Значит, начну с люксовой позиции. Одна единственная у меня люксовая позиция. У меня остался тюбик, у меня закончился. Буквально вот на днях пойду его опять приобрету. Это марка Lancome Miracle. Miracle у меня классический. И он, есть у меня здесь немножко подсказочка, буду вам рассказывать. Я не могу сказать, что такой знаток в парфюмерии. Я буду рассказывать свои ощущения, свои отзывы, свои какие-то ассоциации, то, что я вижу, как представляю, и всё остальное. Значит, Lancome. Я обожаю эти духи. Это вообще номер один. Это номер один именно для ежедневного ношения аромата. Это уже не знаю, какой бутылётчик и какой следующий. Это просто... Я не знаю, сколько лет я ими пользуюсь. Я не могу от них отойти. Я не могу найти альтернативы им. В них какая-то магическая сила, которая меня притягает, которая меня просто возвращает к ним. Это просто для меня действительно... До сих пор они пахнут. Хоть давно уже пустые стаи, ждут своего часа, когда их надо выкинуть. Но я их оставила, чтобы показать вам и поделиться. Они были выпущены в 2000 году. Это группа ароматов «Цветочные пряные». Верхние ноты здесь «Личи», «Фрейзия». Ноты сердца «Жасмин», «Имбирь», «Магнолия», «Мандарин», «Перец». И базовые ноты уже идёт «Амбра», «Жасмин» и «Мускус». Я не знаю, что здесь присутствует, девочки, но они меня просто завораживают. Это именно мой аромат. Во-первых, я их не всегда ощущаю на себе, но всегда есть шлейф, и всегда рядом стоящие люди слышат их, чувствуют их. Это манящий шлейф. Спрашивают, что именно на вас, чем вы пользуетесь. И есть такой момент. Бывает иногда, когда ветер дунет, и я почувствую их. Это очень приятно. Или когда, допустим, на такие моменты я захожу в метро, запах неприятный, я укутываюсь вовнутрь. Я вкушаю этот аромат, и мне очень нравится. Это классика, потому что я знаю, что сейчас «Миракл» есть блоссом, кажется. Ещё какие-то есть, там какие-то добавлялись нотки. Я не полюбила то направление, а именно классику. Просто «Миракл» от Lancome. Это просто бомба. Это просто бомба. Для меня это вот, ну, обычно у них вот такой вот бутылёчек. Это здесь у меня 100 миллилитров. А в основном у меня ароматы все полноразмерки, потому что какая-то привычка брать полноразмерки. И я один раз подушила, ну, как нанесла аромат, и пошла, и мне хватает на весь день. Значит, обычно такой вот бутылёчек. Ой, господи, это крышечка. И, соответственно, распылитель. Обязательно, обязательно я буду покупать. Сейчас в преддверии 8 марта я прям их обожаю. Обязательно, чтобы на весну, лето. Ими пользоваться можно круглогодично. Но в основном, конечно, это осень, весна, лето. А зиму хочется что-то такое укутывающее, тёплое, согревающее. Но для меня как бы это не важно, потому что я настолько сейчас тонко отношусь к ароматам. И поэтому для меня вот это просто бомба. Кто не пробовал, попробуйте. Может быть, кто-то пробовал и знает, что да, это... Может быть, для кого-то это, конечно, очень-очень легко и очень так, ну, как бы сказать, несущественно. Для меня это вот из лексовых, я вот осталась только на нём. И Диор я никогда как бы так сильно не воспринимала. В Герлине всё, мне кажется, какое-то чересчур на сегодняшний день. И, конечно же, Шанель, он тоже такой, как бы тоже насыщенный. Значит, то, что касается вот моей прям любимки, номер один вообще. Это Lancome Miracle. Следующее. Долго тоже я искала альтернативу именно вот этому аромату. И нашла не то, что альтернативу, нашла немножко тоже, которые меня зацепили. Вообще любой аромат, который я слушаю, он мне должен чем-то цепануть внутри. Вот я не знаю, что именно. То есть он должен меня вот так вот прям включить внутри, окрылить меня, чтобы как крылья сзади выросли, и цепануть. И я пошла и не смогла. Вышла на улицу, и я почувствовала, что бывает этот прям тут же сразу я понимаю, что о, моё, всё, беру. А бывает, что я ночь надо переспать и понять, что да, надо возвратиться, пойти их забрать и купить. И также у меня есть аромат, который... Были здесь немножко... Значит, есть аромат, который я когда искала альтернативу, пыталась как-то... Ну, всё-таки хочется что-то новенького пробовать. И решила, решила попробовать. Это уже второй раз моя покупка происходит. Это марка Bayreda. Марка Bayreda. Бал Диафрик. Вот такая вот коробочка. Вот такая вот беленькая коробочка. Все ароматы я держу в коробках, ну, которые я ежедневно могу пользоваться, могу коробки, конечно, выкидывать. Те, которые у меня на выход, я в коробках всё-таки их оставляю. Значит, Bayreda. Здесь Eau de Parfum. Бал Диафрик. Здесь тоже 100 миллилитров. Был выпущен в 2009 году. Это группа ароматов «Восточный древесный». Значит, такая вот коробочка у нас идёт беленькая. Второй раз я их покупаю. Всё-таки возвращаюсь к ним. Нравятся они мне. Вот такая вот, да. Вот здесь у нас идут специальные такие значки. Открывается, значит, коробка. Куда у нас? И вот так вот. Ну, здесь такая книжечка специальная, которая там как бы написывающая, как история. Значит, вот такой вот бутылёчек. Ими, конечно, я пользуюсь. Вот уже сколько истратила. Эта покупка была перед Новым годом. А на Новый год мне подарил супруг, да. Вот такой вот бутылёчек. 100 миллилитров. Ну, обычная, значит, да. И вот у них колпачок на магнитике, что мне очень нравится. Я вообще обожаю, когда колпачки идут на магнитике. Вот так вот. Да. Это тоже аромат. Очень-очень мне полюбился. Я могу пользоваться ими каждый день. Но так как всё-таки хочется разнообразия и надоедает, да. Поэтому для повседневной носки у меня всегда есть два-три аромата, которые я между собой меняю. И вот этот аромат, он... Здесь верхние ноты идут бархотки, бергамот, лимон, апельсиновый цвет. А ноты сердца – жасмин, фиалка и цикламен. И базовые ноты уже амбра, виргинский кедр, мускус, египетский ветивер. Вот этот ветивер, ветивер, как там правильно дарение ставить, он, конечно, очень сильно цепляет. Прям вот первая такая вот ассоциация, первые такие ноты, они, конечно, очень сильно цепляют. Вообще аромат считается как бы зимним, ну, такой он, поздняя осень, зима, начало весны. Но лето, конечно, жарко не пойдёт, он будет очень такой насыщенный, даже может душить, смотря кого как. Но вот что зимой, меня очень хорошо он как бы согревал и очень хорошо насыщал, очень хорошо носился, мне очень нравится. Повторюсь, второй раз я их приобрела, то есть и решила, да, опять вернуться. Долго я так колебалась, но всё-таки опять к ним возвратилась. Там есть цыганская вода у них, есть призрак пустыни. Вот из этих трёх моментов, трёх позиций я выбирала. И всё-таки я вернулась к этому балу, потому что, ну, как-то он более такой, как сказать, между собой переплетаются ноты, которые более где-то сложные, и в то же время он не тяжёлый. Очень-очень хорошо держится, хороший шлейф, сохраняется вообще просто. А если вы нанесёте лёгкой дымкой на волосы, так это вообще, пока не помоете голову, оно будет держаться. Значит, аромат достаточно богатый, достаточно ассоциации с этим ароматом, знаете, какие у меня? Если вот с этим первым ароматом, который я вам показала, ассоциация молоденькой девушки, лёгкой, воздушной, окрылённой жизнью, полной любви, бабочки в животе и такое вот состояние, что у тебя заполненный твой вакуум, твой сосуд, и ты настолько радуешься жизни каждому, каждой секунде, каждому мгновению, каждому там листочку-лепесточку там, да, и вот этот вот аромат у меня идёт, и поэтому он мне поднимает очень сильное настроение. Этот аромат, он более такой согревающий, более такой вот тебя как будто вот так вот обнимают, и ты можешь положить свою голову на плечо, на крепкое, сильное, мужское как будто бы плечо, да, и он тебя согревает, он тебя защищает, он тебя, как маленькую девочку, как мы в детстве, если у кого-то было такое, не было, всегда маленькие девочки любят садиться на коленки к своим родителям, тем более к отцу. И ты садишься, и ты чувствуешь себя маленькой-маленькой девочкой. Вот этот аромат, он такой вот у меня производит ассоциацию, когда я им брызгаюсь, и я чувствую, что я защищена. Всё, я прямо защищена. Очень-очень, очень насыщенный, и очень сладкий. Он какой-то многогранный, в нём невозможно сказать, что вот там то-то, то-то, то-то. В нём настолько есть изюминка, которая цепляет, и которая действительно стоит присмотреться. Присмотритесь, присмотритесь, он богатый, и это нишевая уже, уровень нишевый, да. Присмотритесь, очень богатый и очень-очень достойный аромат, чтобы выглядеть и достойно, и богато. Здесь, конечно, с этим ароматом невозможно одеть спортивный костюм и пойти. С этим ароматом вы одеваете, может быть, классику, может быть, если зимой, то какую-то шубу, или какое-то шикарное пальто, или даже пуховик, но он необычный, допустим. Сейчас направление пуховиков очень шикарное и модное. И, конечно же, с этим ароматом нужно выглядеть особенно. То есть у вас поднимается голова, и вы прям выпрямляете спинку, грудь вперёд, и пошла. А с первым, конечно же, вы больше такая эггей, то есть что-то весёлое, знаете, как в припрыжку, такое развивающееся летнее платье, сарафан, в таком направлении. Это то, что касается второго аромата, который мне очень-очень нравится, которым я пользуюсь. И сейчас, как раз в преддверии весны, я тоже буду им пользоваться. Следующий аромат, который я тоже приобрела на какой-то праздник был, не помню, мне подарил тоже супруг, это Монсера. А, сейчас скажу. Этот аромат был у меня подарок до долга Нового года, где-то в середине декабря, и тоже перед Новым годом, тоже на Новый год подарок от супруга. Это марка Монсера, а у нас идёт Wild Fruits. Тоже была я в поисках, да, что-то новенькое, что-то попробовать, что-то вот такое, чтобы вот... Также меня цепануло, как с Миракл слонком. Такая вот золотая упаковочка, в золотом цвете я имею в виду. И достаётся отсюда вот такой вот мешочек, тоже в золотой цвет. Это кожа идёт у нас, очень кожаный мешочек, очень красивый. Он так вот завязывается. И здесь уже у нас идёт сам аромат. Сам аромат у нас идёт 100 мл. Это у нас идёт парфюмированная вода, конечно же. Выпущен он был в 2011 году. Ну, вы видите, сколько я им пользуюсь. То есть чуть-чуть побольше, чем Байреда. Крышечка у них откручивается. Таким способом откручивается. И уже распылитель идёт. Что очень удобно. Потому что в... В Мандале крышечка у них такая... Не было крышечки, у них вот эта вот висячка. Вот постоянно всё отлетало, постоянно как-то всё ломалось. То есть было неудобно. Монсера мне нравится очень лучше и больше. Значит, то, что касается... Вот открутили мы, да, с вами. И, пожалуйста, там надухарились и пошли. Значит, аромат здесь идёт у нас... Группа ароматов фруктовые. Это фруктовые. Он хорошо пойдёт на лето. Он хорошо пойдёт на также осень. Начало осени, там конец весны, начало лета. И всё лето. Не знаю, как он будет в жару раскрываться. Не пробовала, потому что я приобрела его перед Новым годом. Но даже зимой он мне хорошо шёл. То есть на каждодневный... Вот три аромата между собой. Я их меняла, и хорошо у меня было всё. Мне очень нравился этот аромат. Здесь верхняя нота фиалка белой цветы. Именно вот эта фиалка белой цветы очень цепляет. Очень цепляет. Нота сердца. Ветивер. Ветивер, как там правильно. Напишите, кстати, если кто-то знает, как правильно произносить это. Это... Это... Как сказать... Именно нота сердца. Ветивер. Что это у нас идёт растение? Какой-то цветок. Цветок. Базовая нота. Грейпфрут. Кумкват. И лимон. Значит, опять здесь у нас вот этот ветивер. Ветивер. Попадается, как и в Байрайда. И вот это цепляет. Вот это цепляет. И уже незамеченным, конечно, вы не останетесь. Идёт шлейф. Ну, не такой, конечно, сильный, как в Байрайда или как в Ланкоме. Держится на мне меньше, чем предыдущие, то, что я рассказывала. И потому что он действительно такой больше летний вариант. Летний вариант. Но запах мне очень нравится. Очень нравится. И я рада, что я с ним познакомилась. Что я с ним подружилась. Мне очень понравился. Это в Монсера у меня получается... Да, первый у меня такой запах. Аромат, который мне понравился. Я тоже много пробовала. Много наносила. Но, как-то, знаете, не то. Не то, не то. Что-то где-то банально, терпко, ещё что-то. Я говорю, мне нужен аромат, который, чтобы тебя цепануло изнутри, из сердца. И который, действительно, ты не смогла бы... Ты понимала, что всё, я не могу больше. Я хочу этот аромат. Я хочу носить его на себе. То есть, в таком направлении. И именно вот... А, здесь, кстати, 120 мл. У них же большие бутылечки. У них не 100, а 120 мл. Ну, очень-очень он интересный. Фруктовый, цветочный, белые цветы чувствуется. Вот этот ветивер чувствуется. Фрукты. На лето вообще просто будет прям, мне кажется, очень классно. Огонь. Поэтому присмотритесь к этому аромату. Присмотритесь. Потому что, ну, очень-очень-очень-очень классно. Мне кажется, что прям вот именно, когда уже раздеваешься, когда ты уже ходишь в кардиганах, в футболках, и вот этот аромат как раз может подойти. И как раз здесь тоже такая ситуация, почему я его приобрела, как и с ланком. Воздушность, окрылённость, значит, гормон такой радости, весель, улетворение, знаете, улетворение внутреннего. Очень даже могу посоветовать. И присмотритесь к нему. И две позиции, которые у меня есть, это от марки KILIA. Я хочу с вами поделиться. Значит, их я использую не на каждый день. Никогда. Они очень сложные, они очень-таки терпкие, они очень насыщенные. Аромат просто благоухает. Бухает, шлейф огроменный, долгий и очень-очень долго стоит. На одежде вообще пока не постираешь, на волосах пока не помоешь голову. Поэтому я всегда наношу их либо как бы дымкой над собой, либо вот просто прям вот две капельки. Могу даже просто на руку нанести и больше никуда. Это просто такое крыляющее. И поэтому для меня это очень насыщенно. Иначе будет болеть голова, иначе будет даже подташнивать и будет плохо. Нет, нет, нет. Но сам аромат очень богатый, очень стойкий. Эти две ароматы, эти две позиции, они больше не выпускаются. Значит, первый у нас аромат идёт KILIA, 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 MISLOWLY. Находится в таких вот коробочках. Я их тоже держу в коробочках. Значит, год выпуска у них 2014-й, совсем не так давно. Такие вот чёрные, как бы, как это сказать, как шкафчик, как шкатулочка. И здесь идёт, значит, в одном, здесь в одном находится аромат, а в другом вот именно в этом аромате. Потому что этих ароматов, они в виде орешка, сейчас яичко, орешко, я их по-разному называю, их было всего пять. Пять ароматов именно в виде яичков и борже, я говорю так. И в каждом из них лежал что-то, какой-то свой атрибут. Вот в этом атрибуте это KILIA, MISLOWLY переводится «Бей меня медленнее» или «Медленно», или «Медленно», если я правильно перевожу. А что-то такие нотки интимного характера звучат. И, конечно, вот эта вот штучка, которую можно очень хорошо даже соблазнить, очаровать или пококетничать со своими вторыми половинками. Значит, сам аромат, он находится здесь. Вот тут вот это и есть, это яичко. Такая вот веточка в виде бахромы. Да? Она на крышке здесь вот идет у нас. Ну, вы многие уже видели, это знаете. Чтобы вам на паэта было видно. Не хочет фокусироваться, да? На крышке такая вот веточка и сам аромат. Сам аромат уже мне использовался, вот видите, да, уже сколько. То есть наполовину я его использовала. Это первый аромат от KILIA, который я приобрела. Ну, вернее, мне подарил супруг. Что могу сказать? Это группа ароматов цветочные. Очень-очень... Как он меня зацепил в то время? Это было... Сколько ему уже у меня? Году два ему уже. Году два уже, да. Даже, может быть, больше, не знаю. Очень-очень у меня зацепило. Здесь верхние ноты личи, черная смородина, альдегиды. Значит, очень-очень-очень-очень существенные. Черная смородина чувствуется, альдегиды. Да. Ноты сердца, боярышник, ваниль, гелиотроп, роза. Тоже это ощущается. Тоже ощущается. Прям существенно, конечно. И базовые ноты – это ирис и древесина. Вот ирис из-за ириса. Я очень любила раньше, чтобы во всех у меня ароматах был ирис. Во-первых, ирис даёт долго. Долго будет аромат находиться на вас, играть, раскрываться. То есть сначала одно, потом другое, ещё что-то. И вот это он и есть. Здесь, конечно, вы знаете, здесь ассоциация существенна от того, что сексуальное вечернее черное платье с открытым, может быть, спиной, либо какой-нибудь шлейф, яркий макияж, яркая помада. Но, конечно, он не повседневный. Он вечерний, он праздничный. И здесь, конечно, ты чувствуешь себя просто королевой, просто настолько богато ты чувствуешь себя, что ты желанна, что ты открыта, и что ты любимая цена, и что действительно ты не просто защищена, а то, что ты знаешь, как бы сказать, что тебя не... Ну, как... Вы знаете, такое ощущение, что у тебя есть рядом человек, который во всех направлениях тебе поможет, тебя согреет, тебя направит. Или, там, допустим, ты будешь защищена, что ты любима, что ты просто-напросто значима в этой жизни, что ты действительно есть самодостаточность внутри. Очень-очень... Эротичный такой сексуальный аромат, который может заворажить не только ваших половин, но и вас самих. Очень... К сожалению, их не выпускают. Слово «очень-очень» я уже много произнесла, да? Их не выпускают. Я не знаю, почему. Я знаю, что эти вот эти вот яички, они выпускались только для России. И Россия их оценила, их приобретала, и был великий спрос хороший. Ну, почему они перестали выпускать, почему они бросили выпускать, для меня это остается загадкой. Потому что, ну, в действительности ароматы были очень-очень значимы и хороши. И напоследок второй аромат, которым я хочу с вами поделиться. Это тоже от марки Killian. Some like it hot. Как переводится, некоторые любят погорячее. Я уже говорила, что там было пять ароматов. Вот из пяти орешков мне понравилось именно два. Всё остальное для меня чересчур тяжёлое, терпкое. И более-более насыщенное. Именно вот эти две позиции, эти два аромата, они коснулись моего сердца. Они меня просто затронули. Вот именно вот этот вот аромат Some Like It Hot, он был выпущен в 2015 году. Тоже он находится вот в такой вот коробочке. Тоже храню в коробочке. Тоже так же всё открывается. Здесь атрибут был немножко другой. Вот в такой вот мешочке находилась вот такая вот чёрная лента. Тоже с такими кисточками на концах. Кстати, лента очень-очень такая интересная. Здесь было... Ну вот есть написано... Не знаю, не увидите, наверное. Написано название аромата. Но понятно, что эта лента предназначается для таких... Я человек скромный, стеснительный. Для ролевых каких-то игр. Да, то есть что-то вы можете это куда-то применить. Поэтому, как бы, некоторые любят погорячее. Не зря он так переводится. Сам аромат. Здесь группа ароматов цветочные и фруктовые. Ну, тоже такое же яичко. Он, конечно, у меня был менее использован. Совсем чуть-чуть. Тоже ему порядком где-то год. Может быть, чуть побольше. Тоже такая вот идёт кисточка. Очень красиво всё. Значит, верхние ноты здесь лесной орех. Лесной орех. Ноты сердца личи. И базовые ноты турецкая роза. То есть, вот здесь уже как-то всё по названию попроще. Но очень сильно цепляет запах. Очень насыщенный. Очень окутывающий. Очень стойкий. Шлейфовый. Просто бомба. Ну, что первый, что второй от Келлен. Они вообще все ароматы. Это просто-просто бомба. И, конечно же, этот аромат не повседневный. Это аромат зимний. Ну, что первый, что второй. Они такие зимние. Ну, хотя первый можно отнести и к осени, и к весне. Но это чисто зимний. И вот этот лесной орех, личи, турецкая роза. Они как-то переплетаются. И это всё тебя завораживает и заманивает. И тебя как-то, знаете, захватывает какие-то боковые. Что ты не можешь понять, что происходит. И что ты хочешь именно быть с этим ароматом. Быть в этом аромате. Но каждый день его ты не сможешь носить. Именно на праздники, на какие-то мероприятия, на вечерние выходы. Опять же, на день рождения, на какие-то даты. Или ты хочешь очаровать свою вторую половину. Ну, это, конечно же, да. Очень-очень-очень шикарный аромат. Очень мне нравится. Вообще, Келлен мне очень нравится. Эти ароматы очень-очень-очень много сказаны. Но эти ароматы, они действительно вам надолго. Вот они сейчас не выпускаются. Очень жалко. Но я знаю, что они у меня сохранятся ещё долго. Потому что я ими пользуюсь по особенным датам, по особенным случаям. И они, конечно же, послужат мне очень долго. А предыдущий аромат, у меня всего их пять. Я вам сейчас показала, да, пять своих ароматов. Предыдущие ароматы, они, конечно же, на каждодневную носку, на каждодневное ношение их. Тем более, вот этот вот он вообще у меня. Это просто можно в нём и спать, и всё что угодно делать. И, кстати, универсально можно одеться во что угодно. И он будет соответствовать твоему стилю, твоему луку. Поэтому как бы это всё да. И поэтому... А здесь немножко вечерний, конечно же, он... Здесь невозможно описать, что именно тебя так цепляет и завораживает. Это просто нужно чувствовать, пробовать, сносить и понимать, твоё или не твоё. Ну, это всё, что я хотела вам показать из своей, так сказать, мини-коллекции. Ну, я не могу сказать. Я уже сейчас не коллекционирую и не собираю аромат, как это было раньше. Потому что не все могу пользоваться. Из люкса я вообще не могу ничего подобрать себе. Вот только что ланку у меня осталось из нишевых. Вот как бы вот чуть-чуть. Каждый раз что-то новое выходит, я пробую. Ну, девчонки не цепляет, не трогает. Если кому-то что-то понравилось или как бы есть какие-то вопросы, вы задавайте в комментариях, не стесняйтесь. А что-то понравилось и кто-то хочет какой-то аромат. Ну, вот Киллинг, к сожалению, не выпускают. Хотя я знаю, что это достаточно дорогие ароматы. И есть на Духе РФ, кажется. Я ни разу там не заказывала. Там они есть. Но насколько они там качественные, натуральные и оригинальные, я не знаю. А то, что касается других, это, конечно же, вы можете найти в Ревгоше, можете найти в Эльдебате. То есть, пожалуйста, как бы почему бы и нет. Тем более там происходят систематичные скидки. Это всё, что я вам хотела поделиться, рассказать о своих ароматах. Наконец-то я это сделала, потому что долго я к этому шла. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте пальчики кверху, если вам не трудно. Подписывайтесь на этот канал. И я рада вас видеть, слышать ваши вопросы, ваши отзывы, рекомендации. И я хочу вам пожелать в преддверии весны, весеннего настроения, полную-полную чашу любви, радости, обязательно здоровья. И всего самого-самого хорошего. До скорых встреч, до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok